Я вас поздравляю. Эпопея со строительством этого уникального предприятия закончилась. Ну, наверное, это в какой-то степени для нас наука. Мы здесь многое познали, как надо строить и контролировать строителей. Но я доволен, что мы закончили эту стройку. Это перспектива, это развитие не только для Добруша, вообще для Гомельской области. Будем дальше думать, как углубляться. Пока поверхностно мы поговорили на эту тему, ну, что я имею в виду поверхностно. Директор только что рассказал, вот нам бы еще 2-3 миллиона долларов, мы бы купили несколько таких машин и нарезали больше листового картона. Оказывается, на рынке спрос хороший. Мы договорились, что в ближайшее время вы сами закупите, мы вам поможем этим машиной и будете углубляться, будете более разнообразную продукцию выпускать на этом предприятии. Все в ваших руках, вы понимаете, что с неба деньги не падают, их надо зарабатывать. Я хочу, чтобы вы усвоили один момент, что эти деньги, которые с неба не упали, мы собирали по крохам для того, чтобы построить это предприятие. Я хочу, чтобы вы это ценили. Мы с вами выросли вот в таких вот городах, поселках на этой земле. Мы знаем цену труда, мы знаем, что ничего ниоткуда не берется, надо работать, надо зарабатывать. Нам просто не будет, от нас просто не отстанут. И одна из причин – это вот это производство. Мы никому не нужны как конкуренты. И нас будут душить все, кто имеет такие производства. Но у нас же еще и машиностроительная огромная сфера. Мы на рынке продаем то, что они хотели бы продавать. Они произвести могут столько, сколько они захотят, но надо продать. А рынки заняты нами. Белазы – 30% с лишним рынка мирового – наши белорусские автомобили. И вы почему думаете, они санкции вводят против Белаза? Почему они бьют по этому предприятию? Они хотят занять эти 30% рынка, где работаем мы со своими Белазами. Вот и идет этот накат. И чем будет лучше у нас, тем больше будет этот накат со стороны. Все далеко не просто. И мы должны, как я открыто уже сказал, изловчиться, вывернуться и выжить. Вот наша задача. Я не хочу воевать. Но я не хочу, чтобы вы стояли на коленях. Поэтому мы вам построили предприятие. И когда тут взбрыкнуло строители, знаете, о чем речь, я сказал, все, мы будем делать сами. Остальное. Вот мне директор доклада говорит, очень переживали за энергоцентр этот, который. Ах, построим, не построим. Это, я сказал, построим. Наши энергетики умеют это делать. Сделали. Водозаборы, водоочистки, всякое прочее. Сделали? Сделали. Мы умеем делать все. Когда мы суверенны, когда мы независимы, когда мы понимаем, что мы делаем для себя и для своего народа. Вы делали для своих детей. Потому что уже сейчас ситуация складывается таким образом, что ваши дети там, даже в Гомеле и в Минске, никому не нужны. Идет конкуренция. И она будет нарастать. Поэтому берегите это производство с той целью, чтобы здесь пришли наши дети и могли работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!